Приветствую вас, дорогие товарищи! Продолжаем развлекаться. Итак, смотрите. В прошлом, вернее, в позапрошлом, где-то так примерно, видео, я пытался проехать вот в эту вот деревню. А через нее проехать в деревню вот эту вот. То есть довольно-таки приличное тут получается расстояние, а я нахожусь вот тут вот. Вот. Тогда я ехал вот здесь вот, пытался. Мне же подсказали в комментариях, кто знает эти места, что есть дорога по берегу реки где-то вот тут вот. Где-то вот здесь вот. И я туда должен, по идее, в эту деревню вот приехать. И дальше даже, возможно, получится двигаться. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот. И начинаем вот с этой точки, где я весной преодолевал брод. Кстати, предыдущий поход можете посмотреть либо тут, либо там. Вот. Видео, как всегда, прикрепляю. Вот сейчас мы спускаемся к пересохшей уже речке. И поедем с вами не прямо, а направо. Видите, речка совсем пересохла. Вообще ничего нет. Вообще воды нет. Каменистое дно осталось. И вот нам сюда. Вот сюда поворачиваем. Дорога наезженная. Может... Ой, блин. Может, действительно, это вот она и есть. Ух ты, как тут болтает. Вот видите, как. Наезженная-то наезженная, да. Непростая дорожка. Непростая. Какие тут перепады. Высот. Локальные. Так. Ну, слушайте, что-то не знаю я, друзья, комментаторы. Не похоже эта дорога на такую, как бы, дорогу общего пользования. Проселок. Больше похоже на рыбацкую тропу, как я и говорил. Сейчас посмотрим, куда приедем. Ну, явно, да, вот ездят. Вот рыбу ловить, вот, пожалуйста, туда вот ездят. И дальше. Ну, вот дальше, вот видите, более накатанная идёт. Ну, давайте посмотрим, проверим, что же там впереди будет. Так. Кустики. Кустики. Ну, такая, знаете, дорожка-то, смотрите, такая интересная. Вон. Извилистая. Лесная. Но ездят тут много, судя по всему. Любопытно. Посмотрим, чем дело кончится. Куда приедем в итоге. Так. Тут надо переключиться, пожалуй, на пониженный ряд. Ну, чтобы с нормальной небольшой скоростью через все корни, через все камни переваливаться. Чтобы подвеску не долбить в лишний раз. Надо ездить аккуратно. Тогда машина будет служить верой и правдой долго. И радовать вас вот такими вот выездами. А что может быть лучше, когда работает кондиционер на улице, он там 33 градуса показывает. Вот. Конечно, вот лучше сидеть в таком вот уютненьком, уютненькой кабине. Хотел помещении сказать. Кабине, конечно же. Вот. И наслаждаться прекрасными видами вот такими лесными. Ну, видите, тут как. Каменистая почва, каменистая. Вот так вот и двигаемся. Вот без внедорожников, пожалуйста. Разве вот такие места проедешь? Нет, конечно. Дорожник архи необходим, если вы любите природу. И совершаете выезды на эту самую природу. В противном случае, предоставить пешком по таким прекрасным местам. Так, а вот тут дороги расходятся налево-направо, поэтому направо вроде более наезженные. Я думаю, что они тут сходятся в одну. Ой-ой-ой, ой как болтают. Вот. Так, значит. А, вот, да, кстати, что я хотел поговорить-то. Про этих самых, про баны на канале хотел немножко рассказать. Потому что тут возмущаются некоторые товарищи. Вот я сейчас популярно вам и объясню, значит, ситуацию. Вот. Значит, по пунктам, как всегда я люблю, пройдемся. Значит, что вы мне говорите? Вот ты банишь, скоро останешься там, не знаю, без просмотров. Ну, друзья, если... Если на ютубе будут одни неадекваты, то я и снимать не буду, потому что мне это даром не надо. Но я вижу по просмотрам, по лайкам, что все-таки люди по комментариям, по основной массе, что люди все-таки нормальные, взрослые, адекватные люди, хорошие. Вот. А таких вот разных там, которые любят оскорблять, не по делу и так далее, ну, конечно, в бан. А куда? Что мне с вами разбираться, что ли, с каждым там? Я как-то, кстати, практиковал этот метод. Несколько раз вызывал особо упоротых. Вы давайте подъедьте мне в лицо-то, скажите, чего вы тут думаете? Ведь ни один не подъехал же. Я приезжал и показывал на видео. Думал, вот шоу устрою. Подтянуться. Думаю, у них, что называется, яйца есть. Оказывается, нет у них ничего, кроме не в меру длинного языка бабского. Вот. Даже так я скажу. Не хочу обидеть женщин, конечно, этим, но тем не менее. Вот. Так говорят. А раз говорят, значит, нет дыма без огня. Вот. Значит, дальше давайте поехали. Так вот, чем, ну терпеть, нет, все, не хочется. То есть, зачем? Для чего? Поэтому бан, бан. И раньше я практиковал терпение мое, оно долгое, но оно не безграничное. Поэтому, если человек упрямо неадекватен, значит, оскорбляет меня, подписчиков, зрителей и так далее, то зачем он нужен здесь. Пусть молча смотрит. Вот и все. Лучше, как говорится, меньше, да лучше. То есть, мне приятнее снимать для людей, которые, ну, нормально. Не у которых какие-то есть, видимо, личные проблемы, и они ко всем лезут и пишут разные гадости. Вот. Вообще странно, конечно, тоже народ. Вот эти вот, откуда такое, я не знаю, национальное черто я не назову и не хочу назвать. Вот. Ну, есть такое, что вроде ничего плохого-то не делаешь, а тебя что-то грязью поливают. Странно. Ну, это ладно, на их совести сами пусть там разбираются со своими тараканами в голове, а мы со своими будем жить. Так что так вот. Так что не обижайтесь, хейтеры. Банить я буду много и часто, потому что я не блогер, который там бьется за любые там просмотры там и так далее. Потому что темы мои непопулярны, то есть на ютубе популярен разный там хайп, то есть куда ветер дует, то и снимают. Я нет, я вот какой есть, такой и есть. Вот что мне нравится, что хочу, то снимаю. Что хочу рассказать, показать и так далее. То, что, короче, меня воодушевляет. Тут колеи глубокие. Ой, ё-моё, во-во-во. Блин. Блин. Стащило меня в колею, слушайте. Надо здесь немножко назад отъехать. Здесь надо в разрез. Боюсь на мосты сесть. Очень глубокая колея. Вот поеду вот так вот. Может немножко тут, конечно, по кустикам, по травке, но зато гарантированно проеду. Вот пластиковые, некрашенные боковины. Вот в комплектацию оффроуд, как у меня. Это, конечно, большой плюс при этом. Кусты, конечно, выше тоже, но нормально. А красочная достаточно стойкая, уже проверена. Так что я тут спокойно еду. А мелкие царапины, у меня есть паста специально, их затирать просто вот на раз. То есть настоящая полировальная паста. Мелочь, она затирается вообще идеально. Если что-то вдруг где-то на Патриоте, я бывал, а так делал. Такие дела. Ну вот. Да, действительно, дорога, я смотрю, есть. Вопрос, как долго она продлится, эта дорога. Вот видите как. Но она чем дальше, тем хуже. То есть, видите, вот места, где машины оставляют. Вот тут ловят рыбу. Красивая речка. Чем дальше в лес, тем дорога все менее и менее разъезжена. Вот здесь уже она заросшая. Вот, смотрите. Пожалуйста. И вы знаете, мне кажется, я сейчас просто упрусь в речку, в ручей, который там весной я не мог пересечь, поскольку там дно не очень такое твердое было. Я думаю, что я, наверное, к этому ручью сейчас и подъеду. И здесь, наверное, его русло будет. Но я могу ошибаться. Поэтому пока оснований для беспокойств нет. Вот что-то вниз какое-то идет понижение. Тоже вот полянка выкашана даже прямо. Ага, ага. И вот смотрите, дорогие товарищи. Мы, да, попали на какое-то сырое место. И здесь ездят, конечно, я вижу, что. Но, но, товарищи, я проверю все-таки почву. Да, потому что можно, можно... Опа, 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 так. Выйдем, посмотрим. Выйдем, посмотрим, что же там такое. Что же там такое у нас? А, ну это мокрая трава. То есть это не грязь. Это мокрая трава. Я просто сейчас пройду. Вот тут вот посмотрю, вообще тут провалиться-то можно или нет. Ну вот тут грязь, да. Здесь грязь. Тут, короче, надо... Вот тут эти самые... Птичка. Тут всякие накиданы палки. И вот это, да, вот это русло есть, скорее всего, что этого ручья. Я думаю, что я смогу проскочить через него. Вот, не вижу проблем. Не вижу проблем сейчас. Так, притопим и пройдем это место без проблем, я думаю. Хотя, по следам, если судить, ездят тут... Ух ты! Ну, ведь как? Видите как? Да. Ну, немножко в разрезик. Я думаю, что... Я думаю, что справимся. Ох, птички! Думаю, что справимся. А вдруг... А вдруг получится. Рискнуть. Так, ремень я, пожалуй, пристегну. А то, скажете, опять... У тебя ремень все время пищит. Вот так вот, сзади. Тут... Не те скорости, чтобы думать о безопасности. Так что не судите меня за это. Так, значит... Ну, чего будем делать-то? Блин, страшно, конечно. Слушайте, вот... Здесь, да, здесь надо с разбегу. Блин, там... Уж очень как-то там неровно. Уж очень там неровно. Вбог дать! Что-то я проваливаюсь куда-то. Ага, вот... Вот я и проваливаюсь, да. То есть сейчас у меня что, получается, вперед надо. Стою. О, видите, все. Назад даже... А, блокировка есть. Все, все, я забываю. Об этом чудесном средстве спасения. Вот я ее и включил. И, друзья, видите, сразу блокировка. И сразу выехал вообще без проблем. Видите? Вот так вот. И заметьте, вот я ее включил сейчас, вот когда застрял. То есть о чем я и говорил. Проблем нет с включением. Ой, блин, страшно. Друзья, вот сядешь там, что делать? Что делать, а? Не знаю, что делать. Ладно, что, поедем. Я думаю, какую скорость мне выбрать. На первой пониженной. Кстати, там внизу... Тут самое что-то... Задеваю я что-то... На первой пониженной. Что-то как-то страшно. А вдруг там нужна скорость будет. Травиться. Ну, вы знаете, что я травиться не люблю. Хотя это, конечно, очень... Очень действенный способ. Вот. Тут вот на вездеходе кто-то проезжал. И тут, друзья, ну, блин, я не вижу тут дороги в деревню. Чего лупанем? Все тогда. Сейчас, короче, вот все. Вот так вот, смотрите. Ой, с Богом. Все, вперед. Не, надо чуть назад сдать. Посмотри, что за это, за земля-то. Так, что-то я там задел. Ладно, потом посмотрим. А там дерево какое-то. Фух. Страшно, слушайте. Страшно. Страшно, потому что один. Все, вперед. Ух, 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 ух. Даже бардачок открылся. Но я проехал. Да. Хотя это было, конечно, не так просто. В том плане, что малейшая ошибка, и... И ты в грязи. Давайте посмотрим. Посмотрим, что там. Какая парилка-то стоит, а? Так, тут я ничего не задел. Нигде. Вот, веткой вот задел. А, нет, не поцарапал. Нормально. Я говорю, стойкое покрытие. Лакокрасочное. Так, давайте посмотрим, что там такое. Вот мне под нищу что-то щелкнуло сильно. Так. Ну, так-то вроде ничего, пробрался. А, вот, смотрите, вот что щелкнуло. Пень. О, видали? Надо его убрать. Гнилой, трухлявый пень. Вот он. Был бы он, слушайте, свежий, было бы, конечно, грустно. Вот он, видите, как. Ну, вот, сделаем хорошее дело. Уберем, чтобы и не было его здесь. Во какой. Был бы он свежий. Что-нибудь оторвал бы, наверное. А может, и не оторвал бы. Так-то крепкая машина. Нет, слушайте, нормально. Вот, видите, нога проваливается. Вот, вот здесь вот. Во, во. Жижа. А машина не проваливается. То есть тапки такие широкие. Резина широкая. И, в принципе, та площадь контакта достаточная. То есть вес машины небольшой, не дает ей проваливаться в таких вот жижах. Ну, едем дальше. Экспедиция пока радует. Радует тем, что все идет удачно. Так. Так. Дорожка такая. Ну, это явно не в деревню. Но, может быть, может быть и возможно тут по ней проехать. Вот тут какая-то низинка. Ой, ё-моё. Опять что-то задело. Что ж тут такое-то? Что же тут такое-то, что я так задеваю? А тут, смотрите, вообще заросшее все. Не. Не. Это явно не в деревню дорога. Как в деревню-то ездил? Нет. Вот. Если ездят туда вообще, конечно. Что не ездят. Да, слушайте. Ой, ё-моё. Хо-хо-хо-хо. Вот это... Вот это... Вот это ямки. Тут даже связь есть. Так, мне сейчас разговаривать некогда. Я занят. Я управляю автомобилем. А шофер не должен отвлекаться. Как вы, наверное, знаете. Вот какое-то русло ручья тоже. Выложено бревнышками. Слушайте, красивые-то какие места. Опять. Вот, смотрите, осенник пошел. Ух ты. Вот. Здорово. Красотища. Красотища, ребята. Вот как. Так. Ох. Камера есть. Об стекло ударился. Красиво. Синечек. Места такие. Березки даже встречаются. И елочки растут даже. Смешанный лес. Видите? Вот как. А там река. Река. Я под углом еду. Вот под таким вот. О, река. Супер. Супер. Мне нравится. Не зря поехал. Даже если до цели не доеду, по крайней мере, вот полюбуемся с вами на природу. Россия-матушка радует всегда природным радостям. с разнообразием. А тут, видите, сделана такая вот беседочка. Небольшая. У-ху-ху. А тут камень, через который... Так. Тут вот, конечно, вопрос. Вопрос. Надо как-то сбоку его объезжать. Здоровый камень. Ну, попробуем. Попробуем. Попробуем вот тут вот сбоку его преодолеть. А там тоже какой-то камень. Так. Надо выйти, посмотреть, что к чему. А, ну вот, да, камень. А там нет камня. И мы проедем спокойно. На грани здесь, на грани проходимости геометрической каменюга лежит. Поэтому будем действовать. Будем действовать аккуратно. Вот он внизу. Аккуратно. И все. И проехали. Так. Так. У-е-е. Что-то задел. Какое-то, наверное, бревно. Но здесь тоже камень лежит прямо вот на дороге. Сейчас вот. О, как его. У-е-мое. Ху-ху-ху-ху-ху. Вот это да. Машинка, прости. Надо было аккуратно. Ну, антигравийная защита здесь хорошая. Справляется. Так. А вот здесь вот опять опять сырое место. Опять внизу сырое место. Низина. Ой, лупить-то мне не хочется здесь. Камни лежат. А вот камни лежат, значит, я здесь не застряну. Вот так. Значит, проедем. Ох, как. Ох, как. Камни лежат, значит, не застрянем. Вот там, правда, вездеход вон провалился. Вот туда бы, не, не съехать. В его колею. и у меня получилось преодолеть вот это вот. Ой, ё-моё! А вот здесь вот грязь была. Вот здесь вот грязь была. И хорошо, что я тапок даванул. И эту грязь я прошел на обратном пути. Посмотрим, что там, что там будет. Специально включусь. Специально включусь, покажу вам. Ну, в общем, что? Надо будет посмотреть на карте, как далеко мне удалось продвинуться. Так, куда-то палка попала. Где-то палка попала внизу. Сейчас посмотрим, что там скрипит. Куда она там могла? Непонятно. Ну, что-то вроде торчит. Ну-ка, сейчас посмотрим. А! Ух ты! Слушайте, как я зацепил-то тут. Что, не видно, наверное? Но я-то вижу. То есть я там реально в этот... в грязь глубокую залез. Обратно, лишь бы там не встрять. А, с разгону будет. Так. Слушайте, ну что-то где-то попало. А, вон она торчит. Все понятно. Все понятно. Так, сейчас будем вытаскивать. Травку примять. Чтобы никакой клещ, которых, в принципе, я пока не видел. Вот она. Опа! Вот так. и еще одна. Торчит. Все. О, видите? Какой я урожай собрал. Переезжая через ручей. Вот они прямо в привод попали туда и скрипели. Сейчас проверим. В общем, я сейчас посмотрел по карте. Я нахожусь там, где в прошлый раз перед болотом остановился, где мужик что-то жег. Кусты какие-то. И, значит, сейчас я должен отсюда выехать на поле. если опять вот не попаду в болото. Что странно бы было. Это место находится в низине. Вот оно ниже, чем там. И странно бы было, если бы тут болота не было, а там на вершине есть. Но в наших краях бывает всякое, поэтому посмотрим. По крайней мере дорога идет. И это не может не радовать. пусты. Я бы, конечно, очень хотел бы по другой дороге отсюда выехать. Вот там в деревню въехать. И там может быть действительно какая-то есть дорожка еще одна. Вот и узнаем. Но если ничего не останется другого, поедем тут. Что делать-то? Будем прорубаться. А, чувствую, придется это на обратном пути, потому что там вот землю я продавил на подъеме. Благо на подъеме. Но когда ты два раза едешь по одной и той же колее, может случиться все, что угодно. Так что смотрим. Ну да, ничего я и говорил. идет дорога вниз. Тут скорее всего, что какая-то речка опять была. Так. И вот тут надо аккуратно. Здесь может быть сыро. А, ну да, действительно. Так и есть. Там вот я не знаю вообще, сможем ли мы проехать, товарищи. Сейчас посмотрим. Что-то меня напрягает то, что я там вижу. проехать. Вот. 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 и все получилось отлично так едем дальше не так было это и страшно как выглядело тучки ходят опять может дождик зарядить не хотелось бы разведет все так ну все нормально едем дальше ух 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 какой-то то ли пень то ли чего-то машину подбросила нормально едем главное чтобы вот но это траве ничего не было никакого камня или там что-нибудь такого а то здесь такое может быть очень легко так все отлично я сделал это так что там опять когда палка прогремела внизу бывают так опять вот река справа опять осинки и вот поле начинается мы с вами выехали на поле надеюсь что оно будет сухое а не болото это не хотелось бы очень не по болоту рубиться ехать даже такую сушь так 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 чего я думал сейчас прямо поеду дорога идет направо а ну нормально а как раз у берега погибает чем короче сюда можно ехать на рыбалку или просто на отдых в сухую погоду вопрос можно ли сюда проехать где-то еще вот сейчас мы это и узнаем я для себя вот открыл еще несколько красивых мест на будет на яму после этого загонять посмотреть там ничего ли я не проткнул эти самые пыльники приводов осмотреть что палки видеть какие подали дело такое вот тут чё хорошо здесь бензобак под днищем не висит он спрятан под сиденьем как бы получается под за ним под задним диваном поэтому задний диван очень высоко расположен и это принципе нравится пассажирам потому что сидишь высоко видишь далеко и над головой еще место достаточно остается при этом потому что машина высокая вот а картер двигателя здесь он находится над передним мостом над картером переднего моста а передний мост защищен мощнейшим подрамником вот кованым то есть тут вот в плане защиты эта машина просто изумительно сделано я вот не перестаю восхищаться конструкторской мыслью потому что ну здесь вы ничего не пробивать все защищено очень-очень здорово когда усиленную защита особенно ставишь снизу и вообще замечательно вместо штатного пыльника вот что я сделал я уже показывал он река идет дождик сейчас пока еще не идет но шел и будет я думаю что еще идти и от меня беспокоит как я уже сказал я бы хотел конечно вернуться обратной другой дорогой обратно не хочется мне вот здесь по этим жижам ехать обратно этим всем каналам может быть и выбора не останется так что посмотрим вам-то интереснее будет мне-то сложнее я хочу расслабиться так и спокойненько вот вот по такой дорожке хотя бы проехать но что будет то ладно хватит разглагольствовать куда дорога идет вверх куда-то я думал все испугался опа и вот смотрите вот она идет в лес уже вот с берега пошла ну как тут молодой лесок подрастает вот сюда вот видимо к деревне то и вот это вот и идет тропа сосны с новой лес растет палка тоже видите лежит дерево и о сломала так можно оттащить машиной можно вручную я пока отключусь в общем я думаю что просто ветку то тут сломаю все вот пять минут дорога свободная в объезд дерева на вездеходе здесь кто-то ехал вот что я увидел когда-то ехал так ага смотрите кого здесь то дорожка уже о какая ребята ухты ухты то есть есть шанс друзья что я отсюда выеду по другой дороге получается да увидите ведь так ладно давайте посмотрим карту так с карта я сверился чем непонятно ничего поеду на лево если деревне увижу значит значит правильно еду если не увижу значит неправильно ну тут такая прям наезженная наезженная вот как откуда она идет то что я не знаю еще о своем районе раз посмотрим любопытно любопытно куда она идет откуда эта дорога ветерок поднялся как на расчет долбанет гроза ну слушайте эта дорога куда-то уводит меня не туда явно не не к деревне но но по ней ездят по ней ездят и я думаю что мы по ней обратно сможем вернуться я буду знать как сюда ехать так сейчас я развернусь развернусь ух как ветер какой сильный вот деревня там нет карта правильно показывает просто видимо яндекс карты давно не обновлялись и вот этот лесок который здесь вырос почему-то он на них не отразился не знаю почему кстати тут после поездки в кириллов кто-то написал все про пропал три дня уже нет наверно все пируют после поездки да нет я не пью на самом деле и не пил никогда противник чрезмерного употребления алкоголя я его употребляю я могу пивка выпить когда жарко там или просто иногда там в баньку сходить крепкие напитки алкогольные я не употребляю ну могу коньяк иногда но и то не сторонник не любитель то есть я либо вино либо шампанское либо пиво все либо сидор кстати говоря сторонник умеренного потребления алкоголя и не более того так ага смотрите-ка вот столбы бетонные здесь стоял электрический столб лэпка короче здесь шла вот тут кстати такие довольно таки уже вот начинается вот смотрите-ка перепады опять такие нормальные а деревня-то вон там наверху а я уже еду куда-то в другую сторону совсем и я думаю что мы как раз то и двигаемся вот к той деревне той деревне про которую я вам и сказал в которую я вот и хотел попасть весной когда в ручье застрял когда в ручье застрял то другая была поездка ну и ну и ну и вот в общем то туда я наверное и двигаюсь получается интересно интересно удастся ли до туда доехать а не ребята во 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 все это не туда дорога это дорога в гору сейчас деревню пойдет так что я был не прав а в ту деревню все таки наверно там дорога где в ручье сидел тут очень неровно опять вот на легковушке здесь я думаю что наверно не проехать ну если с высоким клиренсом она так что я подзабыл что я не на той передаче еду чувствую что-то уже тяжеловато вот ладно на низах тянет хорошо машина вообще нормально так что-то опять черканул днищем и вот видите да это в деревню дорога это явно уже в деревне то есть вот я нашел мы пробились короче туда здесь глубокие колеи идут здесь вот надо идти немножко чуть в разрез вот так так здесь вот уже на легковушке не проехать здесь здесь колеи глубокие идет какая-то дорога а подождите а тут машины оставляют ух ты ух ты е-мое а друзья туда и дальше дорога идет там лэпка идет тут огромная гора слушайте это надо видеть это надо показать сейчас я вам покажу сюда а сюда тоже машины оставляют и вот вот эта лэпка то как раз идет вот к той деревне наверное заброшенной сейчас давайте-ка немножко я вам вот этот вот вид покажу который здесь открывается во смотрите вот масштаб впечатляет и туда можно ехать то есть по лэпке вдоль вдоль лэпки можно ехать но слушайте давайте это в следующий раз сделаем потому что времени много мне еще и поработать надо я сегодня что-то немножко расслабился вот то есть дорогу мы нашли до сюда по крайней мере я знаю как доехать так сейчас мы посмотрим эта лэпка то она как идет так что-то я вообще не понял а все понял вот я вот пошла лэпка и вот она в деревню должна прийти то есть туда есть дорога вот она как раз вот вот видно что там наезжено тоже так более-менее ну что же в следующий раз вот и проверим как оно там сейчас просто немножко спущусь посмотреть посмотреть вообще тут на моей-то машине можно на ней это тут как нормально ехать или ненормально на чем тут ездят ну ездят тут похоже на уазиках на нивах да вот смотрите-ка ну все вообще супер ребята тут проехать можно дорога вот она я нашел как туда пробираться так отлично но это будет целью нашей следующей поездки а сейчас выезжаю я назад выезжаю назад вот вот и мы с вами поедем в эту деревню в эту деревню с вами проедем осмотримся и домой то есть все ух какие виды шикарные здесь открываются ух о смотрите-ка вот красотища да вот она красота сейчас стекло открой чтобы лучше было видно во просто шикарно а здесь ух ты а здесь канава здоровенная здоровенная а на чем тут интересно ездят на таком через такую канаву я тут ничем не цепану попробуем конечно так ты должен проехать так пузом пузом ага пузом вот и пузом ой здесь на блокировку включать вновь с задним ходом и блокировочку так блокировку подрубил попытаемся проехать тогда ну слушайте вообще во да тут для геометрии серьезное испытание для испытания геометрической проходимости вот опять на грани на грани пузом зацепил чуть-чуть ем куда я залез куда я залез а дорога вот она в деревню а вот а вот шикарная природа и а тут вообще вверх не проехать вот идет дорога вон туда да а там тоже тоже не этот дороги нет а нет дороги ну ладно нет так проделаем лишь бы не напороться ни на что нет дороги так будет тут главное не провалиться чтобы ни в какую ни в канаву ни в колодец тут никуда опа а ну вот видите вот я вот об этом вот и говорил что вот тут что-то может быть а что там такое что-то я там задел давайте выйдем не знаю посмотрим видите не зря ехал красотища куда я тут въехал то а ну вот понятно конечно о камень здоровый лежит а так тут все вот она деревня короче надо очень-очень аккуратно двигаться тогда есть шанс заехать в саму деревню иван чай да слушайте что-то что-то через это через все пробираться особого желания и нет как бы а вдруг тут где-то забор рухнул а в заборе гвозди а вдруг яма какая-то картофельная или еще чего-то хотя ям ну у нас погреба есть а таких чтобы открытых я не видел но но может быть погреб который рухнул быть вполне себе но как правило в таких местах есть холмики так уху 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 короче вот я приехал тут какая-то канава или что-то не знаю вот а тут дорога что ли ну если дорога так это же это же прекрасно или что это такое что в сторону не вижу я что здесь такое ощущение что что дорога здесь вот здесь шла короче деревенская дорога тут прямо здесь поэтому поедем и вот она деревня как раз и есть да деревня заброшенная деревня заброшенная как раз таки так вот тут а тут я упираюсь в дерево в дерево даже не знаю туда ехать стоит или нет ветку убрал крапивой обжегся едем дальше ну чё деревня то это все по ходу дела жизни здесь нет хотя дома выглядят вполне себе неплохо ну не считая вот вот таких вот а вот этот вот стоит вполне себе такой имеет вид жилой но все заросло капитально вы видите здесь тоже вот центральная деревенская улица ну тут вроде что-то протоптано еще хотя забор вон весь такой укосившийся это деревня короче я здесь был зимой сюжет об этом есть на канале вот на весть это когда я хотел проехать то есть я другой дорогой сюда пришел пришел сюда другой дорогой так и в принципе то и все что я могу сказать то есть тогда еще не знал что тут такой упадок здесь что-то совсем сыро что ли не весело а ребят а тут кто то есть в этом доме кто то живет вижу 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 что там кто то есть вот единственный единственный обитаемый дом в этой деревне вот он ну мешать не будем наверное тот мужик и есть который вот там ну и следы то туда ведут он открыта дверь видно что окно окна открыты вот этот дом единственный здесь и еще остался в живых а тут все баньки тут развалился эти почти скоро скоро уже уже забор вот начал падать все значит тут дом оставили ну в принципе я и тогда видел что в тот дом кто то ездит там что то следы были какие то тоже то ли каракат проезжал то ли что то такое в общем похоже хуже на то все посмотрели больше здесь ничего нет а дорожка вот идёт сюда то есть я приехал вот оттуда вот а здесь вон какая то ещё идёт вот этот мужик то наверное здесь ездит сейчас задача найти обратный путь так все значит здесь мы с вами осмотрели теперь надо будет двигаться вот туда как раз по лэпке но это следующий раз сейчас посмотрим куда куда что то накатанная дорога нас выведет вот это тоже крайне мне интересно вот это я вам покажу это красиво смотрите りました вот как о как как научила как убина , так вот так просто восклик Вот тут я развернулся. Солнышко и тучи впереди. Контраст хороший для съемок. Все же вот когда-то заселено было, люди жили и все было проезжие, а сейчас вообще никак и ничего. Надо сюда, на рыбалочку съездить, место-то хорошее. Все красиво как, а? Кабли все торчат. Аккуратно. Так. И куда, интересно, я в итоге приеду? Уж не к болоту ли? Ну, дорога-то накатанная. Такое ощущение, что здесь ездят-то часто. Ну, не будем торопить события, сейчас все увидим. Ага, товарищи, я такое ощущение, что как раз и приехал к болоту все-таки. И дорога-то вот она одна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут, конечно, ехать-то не очень здорово. А, так, блин. Подождите, я что, понять не могу. Это и вот, получается, я здесь остановился в прошлый раз, что ли? По ходу дела, да. Здесь такие прямо колеи глубокие, что мне хочется выйти и вот это вот деревце обломать, что я и сделаю, чтобы мне в разрез проехать. Вот я тут немножко дорожку прочистил, попробуем сейчас тогда блокировочкой аккуратненько тут прокатиться. Там в конце камень, главное, вот это вот, опа, блин, блин, блин. Опа, нормально, вот, прошел. Ура, ура. Тут вот аккуратненько через камень. И, и все, и все. Так. Ну-ка, интересно, я там глубоко провалился? Сейчас посмотрим. А тут высохло, я смотрю, все. В прошлый раз здесь было сыро. Ну и ладно, значит, здесь можно ездить, получается. Значит, дорога вот эта. Дорога, значит, вот она. Отлично, будем знать. Значит, все-таки тут ездят. Так. Так, блокировку можно отключить. Абсолютно уже не нужна будет. Ну, а здесь вы все уже видели в прошлом заезде. То есть, в принципе, это все понятно. Вот тут надо будет ехать. И уже будем по лэпке в следующий раз пробираться. Вот я разворачивался тогда. В общем, пока, 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 пока. Вот тут все подсохло вообще здорово. Вообще сушил. Ну так. Вот и замечательно. Вот и поедем. Ну все, это вы все видели. Ну, яблони, смотрите. Яблони. Это вы, короче, все видели уже. Выбрался. В общем, дорога, короче, становится проезжей, когда засушливое лето в эти места. Так что надо будет пользоваться моментом, пока дожди не зарядили. И по лэпке доехать до той деревни, куда я хочу. Будет еще одно белое пятно о моей личной карте закрыто в районе. Интересно это все наблюдать. Ну вот, друзья, все. Маршрут завершен. Я доволен. В общем, до следующих сюжетов, товарищи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok